Продолжение следует... В таких вот колясочках по городу Марду и скажу, что нашли места, в которых действительно одному человеку не проехать, нужен обязательно какой-то помощник. Помимо этого, ну если полушутя, то очень хорошая кардионагрузка, хоть я и занимаюсь сам в спортзале, но, скажем так, город Марду самостоятельно я не проеду. После поездки по городу на инвалидных колясках состоялось обсуждение полученного опыта. В стенах центра досуга, где также прошел ряд лекций и информационных встреч. Все они были направлены на ознакомление лиц с особыми потребностями, с изменениями в законодательстве и практике в сфере помощи инвалидам. Среди почти 15-тысячного населения города Марду есть около 600 лиц с особыми потребностями. Городские власти в данное время разрабатывают планы по повышению эффективности предназначенных для них услуг и пособий. Планируется построить отдельный дневной центр для удобства людей с ограниченными возможностями, где будут сосредоточены различные социальные службы и подразделения управы. Городские власти намерены самое серьезное внимание обратить на среду, по которой передвигаются эти люди. Самое серьезное внимание на их положение в обществе. Они такие же равные, как и мы. И город Марду будет самым доброжелательным по отношению к таким людям. Вот это наша задача. Для этого мы делаем много чего. В частности, мы будем сейчас обязательно те тонкие места, которые у нас непроходимы для таких людей, переделывать. Сегодняшний день также заставил городские власти шире взглянуть на состояние тротуаров и дорог. Причем, как отметил председатель горсобрания, Марду – город и молодых мам с маленькими детьми, для которых проблема с передвижением по улицам с детскими колясками тоже близка и понятна. Городские власти также отметили, что следующим их шагом будет проведение подобной акции уже для молодых мам, чтобы лучше изучить все нюансы и найти пути решения их проблем.